В оранжереи ботанического сада Тверского госуниверситета завершился монтаж современного оборудования. Климатический комплекс единственный в России. Он позволяет поступать солнечному свету круглый год, а также моделировать дождь и даже туман. В теплице пятого поколения побывала наш корреспондент Ирина Шляхтова. Оранжерея, которую построят в ботаническом саду Тверского госуниверситета по мировым стандартам последнего пятого поколения. Помещения со стеклянными стенами высотой более 8 метров вместят сотни экзотических растений. Идеальный микрохлимат будет обеспечивать компьютерное управление. Стоят котлы с синистрным регулированием под автоматическое управление насоса с трехходовыми автоматизированными кронами подачи теплоносителя. Есть здесь и модные бесшумные тепловентиляторы, фитофонари с ультрафиолетовым спектром и стекла с нанопокрытием, который не даст образовываться плесени. А затеняющая сетка, ее называют притенка, при необходимости поможет сберечь нежный растений от палящих солнечных лучей. Тверские специалисты установили сложную компьютерную систему, которая позволит моделировать ливни или мелкий дождик. Еще одной особенность оранжереи станет тропический туман. Он будет появляться через маленькие форсунки. Здесь будет почти как в джунглях. Летом, когда на улице жарко, температуру можно понизить на 4 градуса. А зимой здесь будет постоянная влажность. Необычный оранжерей будет не только в технических новинках, но и в ее наполнении. Подобных проектов в России нет. Расположение растений и сами маршруты будут составлены в образовательно-интерьерном плане. То есть это будет настоящий зимний сад эпохи Просвещения, когда помимо растений будут присутствовать инструменты, аксессуары, элементы, мебель. В Твери растения привезут с различных континентов. Некоторые редкие экземпляры предоставит Российская Академия Наук. Ботанический сад Санкт-Петербурга. Появятся здесь папоротники из Новой Зеландии и редкие орхидеи. Новая оранжерея станет площадкой для исследований ученых, а также занятий в рамках экологического образования и воспитания юных тверитян. Ирина Шляхтова, Николай Теньков, Вести, Тверь. Продолжение следует...